Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии. В студии Марина Баль. Смотрите в выпуске. Субботники продолжаются. Они вышли почистить набережную. Признал ошибки правительство и недоволен работой депутатов. Александр Бричалов выступил сегодня с ежегодным отчетом перед парламентариями. Среди тем экономика, финансы, социальная политика. Доклад длился около часа. Основа доклада – национальные проекты, которые реализуются в республике. С них Александр Бричалов и начал свое выступление. Все 12 проектов важны, но основной акцент нужно сделать на экономический блок, уверен глава. Напомню, по всем трем национальным проектам мы получили максимальный объем финансирования и у нас есть все возможности для успешной реализации их. Наша миссия – это создание в республике самодостаточной и стабильной экономики, формирование благоприятной среды для роста и акселерации бизнеса, для притока прямых инвестиций в регион. В прошлом году доходы в бюджет республики удалось увеличить почти на 7 миллиардов рублей. По приросту инвестиций в основной капитал Удмурта – один из лидеров Привожья. Самые яркие моменты выступления главы республики смотрите в специальном репортаже сразу после выпуска новостей. Дорожники доложили о готовности приступить к ремонтам. Организации защитили графики. Для каждого участка определены конкретные сроки, в которые рабочие должны уложиться. Иначе штрафы. Раньше всех к ремонту приступят в Можге. Там рабочие появятся на улице Ноговицыно уже 28 апреля. И если не форс-мажор, то 7 мая дорога будет готова. В Ижевске ремонты начнут с 1 мая. Это переулок Прасовский и улица Бабушкина. Закончить планируют также к 7 мая. Далее пойдут улицы Удмуртская, Ленина, Новоожимова. По региональным дорогам работы на четырех объектах начнутся тоже с 1 мая. Всего в этом году отремонтируют 13 дорог регионального значения. В Ижевске завершит все работы. Подрядчики планируют в середине лета. Больше времени понадобится на сельские дороги. За них возьмутся также в начале мая, но завершить смогут только к октябрю. Мотоциклисты открыли сезонно. Но на дорогу могут выехать не все. В Ижевске оказывается большая проблема поставить байк на учет. И причина – отсутствие полиса ОСАГО. Некоторые страховщики, причем очень крупные компании, отказывают клиентам оформить обязательную страховку, не объясняя причину. Как быть, мы пытались разобраться. Попробовал онлайн, выдает ошибку, постоянно выдает ошибку. Поехал в офис. Виктор Чернов рассказывает, как уже две недели пытается получить полис ОСАГО на свой мотоцикл. В офисе крупной страховой компании ему отказали. Общение с агентом он записал на диктофон. А на мотоцикл сделали? Нет. Почему? Не делаем. Без ОСАГО поставить железного коня на учет не получится. И полноправным участником дорожного движения не стать. Но и штраф за отсутствие ОСАГО – 800 рублей. Меж тем, мотосезон открыт. Виктор обзвонил несколько страховых компаний и байкеров со стажем и был удивлен. Позвонил товарищу мотоциклисту. Я говорю, как ты оформляешь? За определенную сумму у некоторых людей оформляю, доплачиваю. Я говорю, что такое? Я говорю, что уже не первый год такое. В автошколах ситуацию подтвердили. Анатолий готовится сдавать экзамены на категорию А. Здесь он лишь один из десятка, которые осваивают технику управления железными конями. В группе много женщины, даже предпенсионного возраста. Их учат маневрировать и уклоняться от встречи с автомобилем. По статистике, в таких ДТП чаще виноваты водители машин. Автомобили, то, что они не замечают, не привыкли, что на дорогах много мотоциклов стоят с каждым годом. В зеркала не смотрят, не слышат и начинают подрезать. Полис ОСАГО – это обязанность водителя оплатить любой вред, который он может нанести на дороге, объясняют страховщики. Те, с которыми мы записывали интервью, напомнили, отказать гражданину оформить ОСАГО нельзя. Деятельность компании контролирует Национальный банк. Отказ является нарушением. Сколько же стоит полис мотоциклистам? Минимальная база ставка сейчас встала возможной 694 рубля и максимальная 1407 рублей. К этой минимальной базовой ставке также применяются коэффициенты. Их градация изменена в коэффициенте возраста и стажа. Коэффициенты стали шире намного. Еще нужно учесть, что полис мотоциклист в Удмуртии покупает всего на 7 месяцев. И в среднем ОСАГО выйдет в 500 рублей. На мотоциклы, скорее всего, от того, что они считают опасную категорию, полисы недорогие, страховые на этом больше теряют, наверное, чем зарабатывают. Поэтому и отказывают. И поэтому, скорее всего, отказывают. Многие еще неграмотные. У нас пришли, попросили, им отказали, они развернулись, ушли. И так можно ходить бесконечно. Поэтому в автошколах советуют в страховых компаниях никакого устного общения. Отказывают, оставляйте письменное заявление с требованием дать официальный ответ. Обычно уже одно это намерение и напоминание о Национальном банке снимает проблему. Марина Бали, Александр Широбоков. Новости. Железнодорожники назвали дату начала летних перевозок. Со 2 июня со станции Ижевск начнут курсировать южные составы. Будет два поезда прямого направления до Анапы и до Новороссийска. Пассажирам как минимум одного из них повезет. Будут вагоны с биотуалетами и кондиционерами. Работают железнодорожники над тем, чтобы сократить время проезда до моря. Более 140 километров мы прошлый год отремонтировали пути. Сегодня повышаем скорости. Уже пассажирские по перегонам некоторым, которые мы отремонтировали, и перегоны, которые прошли модернизацию, следуют уже со скоростью 120 километров в час. А раньше мы ехали только со скоростью 80 километров в час. Кроме того, с начала огородного сезона в расписание возвращаются пригородные поезда. Дочура и увы. До 15 мая в Удмуртии должны подключить всех жителей к цифровому телевидению. Такая стоит задача перед волонтерами регионального центра. Работают добровольцы уже месяц. Приходят к пенсионерам и помогают настроить оборудование. Главное, не перепутать их с самозванцами. Волонтеры придут только по заявке и в специальной форме. Вадим Трифонов расскажет. Здравствуйте, меня зовут Евгений. Я волонтер по подключению к цифровому телевидению. Вот это вот сертификат о том, что я действительно являюсь волонтером. В спецодежде. В спецодежде, да. Сегодня волонтер пришел к Татьяне Котовой, которая сама не смогла разобраться в новых технологиях. В центре социального обслуживания ее проинструктировали, что необходимо приобрести для подключения к цифровому формату. И подсказали телефон горячей линии. Я пенсионер. Мне дорого покупать телевизор. И вот я хожу в Пермайске и СЦО. И мне там дали номер телефона горячей линии. И вот я решил купить переставку. Горячая линия работает с 8 утра до 5 вечера. Каждый волонтер успевает посетить в день 5-7 адресов. Обычно процедура подключения длится 15 минут. Но иногда встречаются трудности. Очень часто случается, что у людей очень старые телевизоры. И иногда то оборудование, которое прикладывается к приставке, не подходит. Иногда нужно докупать различные переходники, антенны и так далее. То есть это довольно-таки часто. Примерно 40% всех случаев. Наиболее острый вопрос к подключениям стоит в городе Ижевске. Заявок много. Более 1500 обращений. Волонтеры обещают, что помогут всем. Но в связи с большой загруженностью помощь придет в течение недели. После 15 апреля, когда произошло отключение налого сигнала, произошел большой всплеск. У нас увеличилось в три раза количество заявок. Можно сказать, что волонтеров мы тоже увеличили, но их не хватает. И хочется сказать тем взрослым, у кого нет возможности подключить самому приставку, в первую очередь обращайтесь к родственникам. Если уже совсем не получается, берите волонтеров. Получить ответы на вопросы, касающиеся вызова волонтеров для оказания помощи по подключению и настройке цифрового оборудования, можно позвонить по бесплатному телефону горячей линии, которая будет работать до 15 мая. Вадим Трифонов, Юрий Дроздов. Новости. Подведены итоги всероссийского конкурса «Инженер года». Удмуртию на нем представляли работники крупнейших промышленных предприятий. Победителям вручили благодарственные письма от главы республики. Отмечу, что конкурс проводится на протяжении 20 лет. Конкуренция жесткая. В этом году в нем приняли участие 70 тысяч специалистов. Конкурс большой, всероссийский. То есть от одного края нашей великой страны до другого. Это конкурс не одного проекта, это работа нескольких лет. В частности, одна из работ, которая мной была презентована, это переработка урановых отходов. От предприятия «Ижевский мотозавод» «Аксион Холдинг» победителями стали сразу 7 инженеров. Два человека получили звание лауреата по версии «Инженерное искусство молодых». На предприятии подчеркивают, в конкурсе «Инженер года» «Аксион» принимает участие уже много лет и победы одерживал уже неоднократно. В том числе, благодаря тому, что на заводе регулярно проводятся научно-технические конференции, есть свой ежегодный профессиональный конкурс «Лучший молодой инженер». А как повысить уровень финансовой грамотности в республике? Организовали специальный форум, на котором эксперты совершенно бесплатно делились знаниями с начинающими бизнесменами, домохозяйками и даже с детьми. Дмитрий Вороновнин расскажет. Ижевчанка Софья Антропова еще студентка, но для себя уже твердо решила, станет предпринимателем. Единственная, пока не знает, с чего начать. Здравствуйте, я бы хотела открыть свое дело. Добрый день, меня зовут Екатерина. Опытный эксперт-консультант сразу же подсказал, как упаковать свою бизнес-идею и какими должны быть стартовые шаги. Бесценные советы, будущая бизнес-вумен, внимала жадно, запоминая каждое слово. Была интересна сама структура финансового дела, чтобы открыть свое в будущем дело и заниматься им. Сегодняшние курсы мне помогли открыть что-то новое и понять, что делать дальше в будущем. Абсолютно реально для каждого человека, у которого есть своя бизнес-идея и желание развиваться. А ждете, что много народу придет в этот уровень? Мы ожидаем, что да, потому что регистрации, думаю, было достаточно. И темы, которые были заявлены в программе форума, достаточно интересные и познавательные. Первый региональный форум «Финансовая весна» действительно стал своеобразным стартапом для сотен жителей Удмуртии. Каждый желающий мог посетить любую площадку форума и задать вопросы практикующим финансовым экспертам. Самые часто задаваемые вопросы – как правильно подать декларацию в налоговую инспекцию, как научиться грамотно распределять свой бюджет, как снизить кредитную нагрузку. И государственные институты, и коммерческий сектор предлагают очень много продуктов, в которых гражданину порой трудно разобраться. И цель этого форума – обучить финансовой грамотности экономически активное население республики. Потому что есть инструменты, которыми необходимо пользоваться, но это как минимум сделать так, чтобы люди могли приумножить свой капитал и, конечно, как максимум не дать себя обмануть. Кстати, пока свою финансовую грамотность повышали родители, их дети тоже учились. У самых маленьких посетителей форума были свои эксперты. И даже трехлетние малыши смотрели здесь обучающие мультфильмы с финансовым подтекстом. А ты почем обычно яблоки продадешь? И бюджет, финансы, деньги. То есть в игровой форме детям даем такие важные понятия, как инвестиции, страхование, бюджет. Заложить основы, чтобы в будущем они лучше гармонично развивались и вошли в наше общество. И не брали много-много кредитов. Форум «Финансовая весна» стал первой масштабной акцией по финансовой грамотности в Удмуртии. И, как пообещали организаторы из регионального Минфина, теперь они станут регулярными. Дмитрий Вароновлин, Андрей Бусыгин. Новости. Дефицит педагогов на селе депутаты Госсовета предлагают решить за счет призывников. Республиканский парламент подготовил изменения в закон об альтернативной службе. Предлагается расширить список тех, кто может ее выбрать, а также дополнить перечень мест прохождения альтернативной службы. Например, включить в него организации, подведомственные местному самоуправлению. Тогда, считают депутаты в школах и детских садах, стало бы заметно больше мужчин-педагогов. У нас по закону об альтернативной службе срок 1,8. То есть срок мы не меняем. А дальше уже задачи муниципалитетов, администрации образовательных учреждений, чтобы стимулировать молодых людей, мужчин, чтобы они остались работать на селе. Сейчас законодательная инициатива находится на рассмотрении в Государственной Думе. В республике надеются на положительное решение. Сегодня ижевчане вышли на уборку набережной. Общественники, школьники, студенты, рабочие Ижевского электромеханического завода «Купол» подключились к акции «Чистый берег». В итоге все вместе собрали несколько тонн мусора. Операция «Чистая набережная» продолжается. Мусора хватит на всех. Все выходные, мешок за мешком, неравнодушные горожане собирали мусор вдоль набережной. Выйти на субботник в этом микрорайоне – инициатива местных жителей, которую сразу же поддержал Ижевский электромеханический завод «Купол». Большинство этих людей работают в нашем заводе. Они обратились инициативно к депутату, к Марату Зелединову, о том, что очень неплохо было привести в порядок эту территорию. Территория у завода поменьше, намного поменьше, я бы сказал. И мы, приводя свою территорию уже в порядок, вот после выхода из зимы, увидели, что и эта территория нуждается тоже в нашем участии. Получилась такая, ну, если не всенародная, то очень народная на самом деле любимая акция. Убраться решили основательно. Привлекли дендрологов, подрезали кусты. «Купол-класс» прибрал территорию возле своего 29-го лицея. Подключились студенты подшефного техникума радиоэлектроники Трид. За грабли взялся Совет молодежи и Совет мастеров завода. Очистили бульвар имени Воскресенского. Общими усилиями прошли всю территорию набережной, от корпуса завода до русла реки Подборенко. И весь квартал вверх до улицы 50 лет пионерии. Всего собрали 5 восьмикубовых емкостей с мусором. Это имеет большое значение для всего города в целом, потому что проблема становится все больше и глобальнее. Пруд и территорию около него нужно очищать. Мы как раз и хотели показать, что в принципе здесь не нужны огромные средства, здесь не нужны миллиарды для того, чтобы она у нас смотрелась по-другому. Здесь надо просто все привести в порядок. Осия Гаврилова переехала жить в дом возле набережной всего пару месяцев назад. Об акции «Чистый берег» узнала из соцсетей и тоже решила в ней поучаствовать. Но на этом, говорит Ижевчанка, ее субботник не завершится. Здесь еще столько работы, что хватит не на один выходной. Если мы так будем каждый думать о том, что мы заплатили налоги, и мы не причастны к тому, что происходит в нашем городе, то будет, наверное, я не знаю, порядка не будет однозначно. Я просто как житель хочу участвовать в том, чтобы наш город был красивее. Заводская акция «Чистый берег» продолжится. К ней присоединится еще и общественное движение реки-городу. 4 мая горожане приступят к очистке русла под Боренки. Альбина Валикжанина, Василий Хохряков, Новости. Но главное, во время субботников помните о безопасности. Мусор и траву сжигать нельзя. В деревне Икшур, это Завьяловский район, жители сожгли мусор во дворе, а в результате остались без жилья. Сушением пожара привлекалось 8 единиц техники и 38 человек личного состава. Причиной возгорания послужило оставление источника открытого горения без присмотра, сжигание мусора во дворе дома. Ущерб составил более 4 миллионов рублей. В настоящее время по факту произошедшего пожара возбуждено административное дело. В региональном МЧС напомнили о штрафах до 3 тысяч рублей на физических лиц, а юридически минимум 150 тысяч рублей. На этом все. Берегите себя. До свидания. В российский прокат вышла фантазийная картина «Домовой». В первую очередь этот фильм будет интересен детям. Но и родители смогут прекрасно провести время со своими чадами в выходные. Итак, в центре картины маленькая Алиса, которая живет со своей мамой. В поисках нового жилья мама Алисы присмотрела новую, а главное, очень доступную квартиру в Москве. Но, как оказалось, квартира непростая. В ней проживал самый настоящий домовой. Только хранитель очага уже давно обиделся на все человечество и творил всевозможные пакости. Поэтому на жилплощади никто надолго не задерживался. Новые соседи также пришлись ему не по душе, и он делает все, чтобы от них избавиться. Мама и дочка пытаются подружиться с домовенком. Тем более, что ему и самому необходима помощь, так как вызов ему бросила настоящая злая ведьма. Я не дам тебе! В фильме снились звезды российского кинематографа. Екатерина Гусева, Сергей Черков, Павел Деревянко, а также роскошный рыжий кот, который еще и разговаривает. Но все подробности вы узнаете, когда всей семьей придете на сеанс. Вот это я понимаю, новоселье.